Приветствую вас, друзья мои! Мы едем по дороге по Вильзунскому шоссе. Это окружная дорога Юрмала-Таллин. Едем мы сегодня, друзья, в Сау-Красты. А сейчас мы будем пересекать самую быструю речку в Латвии Гауе. Вот это мост. Она впадает в Рижский залив. Это обозначение Гауе. Вот она, красавица наша. Течет оттуда и вниз к заливу. Мы остановились по пути в месте, который называется Медли Кузабакс. Сапог охотника. Вот такой комплекс. Здесь можно остановиться, отдохнуть. Здесь есть ресторан, номера. А кто желает на природе пожить? Вот такие домики к услугам. Их тут много. Там есть кухня своя. Можно устроить барбекю. Вот спальные места. И озеро. Красота. Мы сейчас подойдем к нему. Сегодня хоть и солнечно, но немного ветрено. Народ внутри. На улице ветерок гуляет. Поэтому, может потому что еще рано. Народу здесь на улице не видно. А так обычно все выходят сюда. Вот, пирс подтопило немножко. Поэтому оградили. Дальше нельзя. Мы ходили раньше. Такое местечко замечательное. Для отдыха. Едем дальше. Едем в Сау-Краст. Мы несколько лет здесь не были. Видимо, переименовали. Валмира Смуи же. Но все равно место замечательное. Вот. Сейчас это называется Эйзера. Ресторан. Порто-Ресорт. Когда-то назывался Сапог Охотника. Медмиэку Сапогс. Едем дальше. Уже Сау-Красту. Ну вот. Озеро все продолжается. Лилость-то. Огромнейшее озеро. Мы въезжаем в Сау-Красту. Это городок. Он в 50 километрах от Риги. Когда-то, в начале 19 века, здесь были построены первые дачи. Вот. А потом выстроили места для побывания. Назвали их Нейбан. Вот. И пошло развитие. Развитие курорта. В этом городке есть музей велосипедов. Есть морской парк. И мы пойдем с вами на Белую дюну. Вот мы и доехали до Сау-Красты. Здесь мы припарковались. И пойдем к Белой дюне. Белая дюна – это одна из главных достопримечательностей Сау-Красты. С нее открывается такой вид чудесный на море. На устье реки Инчупы. И пляж. Знаменитый широкий пляж. А эта дюна, вот мы сейчас на нее поднимемся, образовалась из пляжного песка, который ветра нанесли, когда-то было ледниковое озеро. А в старину эта 18-метровая белая насыпь служила ориентиром для местных рыбаков. Вот. Белое название получила благодаря слоям белого затвердевшего песка. Склоны здесь укреплены. Окрестности благоустроены. Здесь карта показана. Так, привет, дружок. В Балтах Капа белая дюна. Привет, милый. Сейчас посмотрим карту. А вот вдоль дороги, ведущей к белой дюне, растут так называемые Екатерининские липы. Империатрица Екатерина Вторая, которая недолго, непродолжительное время отдыхала на взморье в Пабаже. Вот такие липы вековые. Екатерининские. В далеком 1764 году российская империатрица Екатерина Вторая посетила красивое Пабожское взморье возле Белой дюны, где она отдыхала и купалась в море. В честь этого события были посажены липы, которые растут здесь по сей день. Вот такие они уже старенькие. Вот такие у них дупла огромные. Но они все равно растут. Растут и напоминают нам о Великой Екатерине Второй. Вот такая дорожка на пляж. И этот склон, который был виден издалека всем морякам, приближающимся к этому берегу. Сейчас мы по трубке поднимемся. Вот такой шикарный пляж. Он тянется на 17 километров. Вот. А также есть тропа вдоль побережья. Называется тропа солнечного заката. И протяженность ее 4 километра. Около 4 километров. Так, сейчас немножко опущусь. И тянется вот от этой белой дюны до центра Сау-Красты. Поднялась на такую верхотуру. Вот там вот Рига. 50 километров от Сау-Красты. Вот это самая высокая точка белой дюны. Здесь беседка. Можно отдохнуть. Вот. Можно по этой тропе пройти до центра Сау-Красты по побережью, по берегу. Тропа. Это около 4 километров, как я уже сказала. И вот такой залив. Штиль. Полный штиль. Легкий ветерок. Бриз. По берегу гуляет. Вот. Юра со Светланой, которую мы вчера встречали из Милана. Моя сестра. Наша сестра. Прилетела в гости. Махните ручкой. Вот там дальше вниз можно спуститься и идет Сау-Реет Атака. Тропа. Вот. Вдоль побережья тропа около 4 километров идет до центра Сау-Красты по берегу. Вот. Здесь можно гулять по тропам. Ах. Что ж ты предупреждаешь, милый ежик? Тихо-тихо говорит. Махните. Вдоль истории Тихо-тихо Кусты Тихо-тихо Тихо-тихо Отсюда уже видно шоссе, по которому мы приехали. Наверное, отсюда можно выйти на... Ой, ветер, на эту... стоянку на парковку посмотрим чтобы не спускаться по этой лестнице для меня с моей коленкой сложновато это